Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ровно 20 лет назад при исполнении служебного долга в Чеченской республике погиб анапчанин майор Вячеслав Евскин. Прикрывая своих товарищей, он до последнего исполнял воинский долг и остался верен присяге. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, указом президента страны майору посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В связи с годовщиной траурных событий на бульваре имени Вячеслава Евскина состоялся митинг. Почтить память героя пришли представители городской администрации, молодежный актив города, друзья и близкие. В мемориалы возложили цветы от представителей городского отделения ветеранов боевого братства, института береговой охраны ФСБ России и молодежи Анапы. Ведь самое главное – это память. Память о тех, кто не вернулся с полей сражений и стал настоящим примером для подрастающего поколения. Наша организация, в том числе и на подвиге Вячеслава Михайловича, воспитываем нашу молодежь. Мы регулярно проводим форумы, дискуссии, регулярно проводим беседы с молодым поколением по всему Анапскому району и пытаемся привить нашей молодежи в патриотизм, чувство любви к родине, чувство доброго служения. Как сообщают краевые СМИ, сегодня в юбилейном районе Краснодара состоялось открытие нового памятника нашему земляку Вячеславу Евскину. В торжественной церемонии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. И к другим темам. Наш специальный репортаж на тему «Волнующий анапчан», особенно в разгар курортного сезона. Почему автомобили безнаказанно воюют с пешеходами и побеждают на анапских улицах? 42 тысячи автомобилей было зарегистрировано в Анапе в 2004 году. Прошло 12 лет и транспортных средств с местными номерами стало почти в два раза больше. 76 тысяч. Прибавьте к этому еще 16 тысяч машин в сутки, на которых в Анапу приезжают отдыхающие. И проблемы безопасности дорожного движения, что возникают каждое лето, для вас станут очевидны. Улица Кати Соловьяновой. Карета скорой помощи с тяжело больным в салоне едва проезжает между автомобилями, которые, откровенно говоря, брошены под знаками. Спецсигналы и проблесковые маячки тут не помогут. Остается только маневрировать, чтобы ненароком не стать виновником ДТП. Мы опаздываем на вызыва. Врачи, фильтры не могут подойти, машины поставят, не подъедешь, ничего. Исторически сложившаяся застройка города – узкие улочки. Как проехать спецтранспорту, когда правит бал хамство и безнаказанность? Дорога узкая. Строилась она, как пожарный проезд, столовая, санатория Анапа. То есть она не принадлежит для такого движения. Вот вы видите. Мы, мало того, машины на нашем участке бросают люди. Бросают торговые работники, бросают отдыхающие. Для того, чтобы этого не случалось, мы три года добивались установки знаков. Стоянка запрещена. Остановка запрещена. Знаки поставили. Вот уже второй год стоят эти знаки. Установили таблички. Работает эвакуатор. Буквально зимой таблички стоят, как наступает лето. Кто-то таблички снимает, машины ставят. Мы звоним. Приезжает служба, устанавливает новые таблички. Работает эвакуатор. Через два-три дня эти таблички опять снимают. И так продолжается уже второй год подряд. Ну, а дальше вы сами все видите. Скорая помощь выехать не может. Спецавтохозяйство проехать с трудом. Сейчас повезло, здесь никто не стоит. Обычно здесь все заставлено. Когда здесь работал регулярный эвакуатор, они здесь себя обозначали раз в два-три дня, все тихо, спокойно. Никто не паркует. Все знают. Машину заберут. Теперь табличек нет, эвакуатор сюда не заезжает. Вот они паркуют. Года два назад здесь был временный пост. Стоял от роты ДПС патрульный автомобиль. Прямо вот здесь на углу, на перекрестке. И все было хорошо. Никто посторонний сюда не ехал. Было спокойнее. Вот и пешеходам на улице Горького покой только снится. Такое интенсивное автомобильное движение увидишь не на любой улице нашего города. Обычные машины и со спецсигналами. Тут же мамы с колясками и велосипедисты. В обеденное время перекресток гудит, как улей. Что касается конкретно данного перекрестка, то мне кажется, здесь должна быть ответственность самих работников ГИБДД. Потому что даже вот сейчас, если мы можем посмотреть, они пропускают людей, которые не пристегнуты ремнем безопасности. Они пропускают людей, которые заезжают под знак. То есть, ну понимаете, здесь какое-то избирательство. То есть, одних пропускают, других не пропускают. С одними знакомы, другими не знакомы. Анапчане ратуют за то, чтобы запретить любое движение по Горького. Это улица курортная, поэтому здесь машинам вообще не место. Вот отведены велосипедные дорожки. Пожалуйста, велосипеды пусть ездят. А машинам здесь ездить вообще не нужно. Кроме этого, близко улица Гребенская, там санаторий Анапа. Там пенсионеры, эти инвалиды, колясочники, спинальники. Вот для них эта улица и для курортников. Глава Анапы Сергей Сергеев поддерживает инициативу жителей и предлагает вынести этот вопрос на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения. Есть два предложения по безопасности. Перекрыть улицу Горького и принудительно блоками перекрыть вот здесь проезд. Вон у них есть альтернатива завоза продуктов с той стороны. Есть? Да. Нет, сказка, она и завозит оттуда. Я же тебе о чем и говорю. Альтернатива есть? Есть. А это пешеходная зона полностью. Знаками оборудован. Тут изучить надо, как ездить. Иначе полевомойка с утра, а целый день вот эти вот блатные катаются со скоростью света. Закрыть и запретить не цель. Безопасность жителей и гостей курорта – вот что должно быть первостепенной задачей. Ключевая мысль, которая звучит у тех, кто действительно стремится решить транспортные проблемы в Анапе – это идти единым фронтом. Там, где это возможно совершенствовать инфраструктуру, где этой возможности нет – пользоваться своими полномочиями, а не искать новые смыслы в законах и правилах. За неделю в отдел ГИБДД по городу Анапе администрация направляет порядка 50 обращений с просьбой принять меры к нарушителям правил остановки и стоянки. Ответ главного государственного инспектора вызывает откровенное недоумение. В конце концов, 608-й, давайте 608-й. Есть ответственные у нас? Я готов самые строгие меры принять, но мы работать должны бок о бок. В конечном итоге, вы посмотрите вечером сейчас, после совещания, выйдите на Самбурово, выйдите на Шевченко. Под знаками остановка запрещена, сплошная стоянка. А если это там автомобиль с взрывчаткой нашпивован и ждет своего часа, когда там сотня человек на перекрестке соберется, чтобы перейти через дорогу под разрешенный сигнал светофора, это кто тогда будет писать кому и куда? Все должны делать круглые сутки, обеспечивать безопасность нахождения на территории как наших жителей, так и в первую очередь отдыхающих и особенно детей. Восточный рынок – еще одна точка на карте Анапы, где пробки растягиваются на километры с обеих сторон. Одно из решений – регулирование пешеходных потоков. На эту тему блогеры снимают свои сюжеты. Вот теперь результат, результат, когда стоит, когда стоит. Вот красавчик, видишь, и пошла вся лавина, пошла. Вот такое накопительного действия, примитивный светофор накопительного действия. Автомобилисты с народными репортерами согласны. Ну, как сезон здесь, да. А с чем проблема? Я думаю, что работники ГАИ иногда должны сами подключаться и регулировать так физически. Сфетофора нет, пешеходы, видите, пешеходник идет. Они же рынок, когда хотят, тогда идут. Поэтому надо регулировать более своевременно, ГАИ подходить, подключаться, работать. Другое решение – пресечь несанкционированную стоянку на улице солдатских матерей. Впрочем, машины под запрещающими знаками вообще уже перестали быть предметом для внимания страж дорог. Витязева, как насмешка над правилами дорожного движения. Практически полупустая платная парковка, а рядом заставленная автомобилями проезжая часть. Укомплектован в достаточной мере. Такой ответ из главного управления МВД России по Краснодарскому краю пришел в администрацию Анапы на просьбу придать отделу ГИБДД дополнительные силы в высокий сезон. Значит, нужна только добрая воля руководителя ведомства, чтобы совместно с городскими властями, если не ликвидировать полностью, то снять остроту транспортных проблем. Для спортсменов решение об отстранении Паралимпийской сборной России от участия в играх стало неожиданностью. Об этом рассказал прославленный дзюдоист, анапчанин Анатолий Шевченко, который находится в резерве нашей команды. Тем не менее, по его словам, дзюдоисты не теряют надежды и продолжают тренироваться. Это некрасиво поступили по отношению в первую очередь к спортсменам, потому что Олимпиада – это самый высокий старт вообще в всем профессиональном спорте. То есть люди живут этим, они готовятся к этому, она проходит, во-первых, раз в четыре года. И не всем дано попасть на нее неоднократно, так скажем, потому что для кого-то это действительно было единственным шансом, и он готовился к этому годами. А тут за месяц до выезда ему говорят, все, друг, сиди дома. Конечно, антидопинговая политика – это действительно, ну, это очень правильная вещь. Это все создано для того, чтобы главный принцип спорта сохранялся. То есть главный принцип спорта – поставить людей в равные условия для того, чтобы они могли в чем-то соревноваться. Смысл в том, что нужно принимать меры по отношению к конкретным этим лицам, которые этим занимаются. А при чем здесь как бы вся команда, и при чем здесь те спортсмены, которые всю жизнь занимались спортом? По крайней мере, это наша сборная по дзюдо сейчас продолжает тренироваться, все продолжают готовиться. Старший тренер сделал рассылку о том, что, ну, о том, что, скорее всего, все-таки это решение будет подано апелляцией. И, скорее всего, как-то, что, скорее всего, все будет нормально вот так. Но все равно это людей выбивает из колеи, потому что даже если все поедут, все равно это уже минус подготовки, наверное, даже больше моральной, чем физической. Наступившая неделя для гостей курорта и анапчан выдастся насыщенной и богатой на культурные мероприятия. Взрослых и детей ждут концерты, фестиваль и интересные театральные постановки. Завтра, 9 августа, в 16 часов на театральной площади состоится церемония открытия детско-юношеского фестиваля «Казачок». 11 и 14 августа пройдут конкурсные выступления участников. 10 и 11 августа для всех желающих на главной городской площади состоятся концертные программы в рамках фестиваля «Анапа. Республика детства». 10 и 12 августа на сценической площадке «Ракушка» для гостей и жителей Анапы выступит муниципальный духовой оркестр под руководством Валерия Степанова. Начало в 18 часов. 13 августа в городском театре в 20 часов начнется шоу-программа «Войны света», в которой примут участие чемпионы России, Европы и мира по ушу. Желаем жителям и гостям нашего курорта приятного и культурного времяпровождения. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня вечером и завтра в первой половине дня местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает «Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций». Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok